А что если всё человечество ослепнет? Об этом нам рассказывает сериал «Видеть», один из оригинальных проектов сервиса Apple TV. Это постапокалиптический боевик про будущее, где люди ослепли, а зрение стало мифом. Автором идеи выступил сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт. Режиссёрское кресло занял постановщик «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс, а главную роль исполнил звезда «Игры престолов» и «Аквамена» Джейсон Момоа. Чем сериал не понравился критикам? Неужели плохой сюжет? Давайте подробно по нему пройдёмся. После эпидемии смертельного вируса в 21 веке население Земли сократилось до менее двух миллионов человек. Все выжившие утратили зрение. Теперь, спустя столетия, зрение является мифом. Разговоры о нём считаются ересью. После глобальной эпидемии население Земли сократилось до двух миллионов человек. Те, кто выжил, утратили зрение, из-за чего мир резко шагнул назад в развитии. Поражённая планета обратилась в подобие Средневековья, или, как мне нравится говорить, началась «Игра престолов» на минималках. Уцелевшие живут в племенах рядом с лесами и водоёмами, занимаются охотой и земледелием. В их сознании прочно укрепилась мысль, что планету погубили безмерные возможности и прогресс. Поэтому любое упоминание зрения и вообще прошлого считается ересью и жестоко карается. Однажды в семье лидера одного из поселений, Баба Воса, вы уже в принципе поняли, что это Джейсон Момоа косплеит Кхала Дрога. У него рождается двойня. Первые зрячие люди за долгое время. Но биологический отец близнецов не он, а Джерла Морелл – изгой, который тоже не слеп, и за ним охотится всё королевство. Чтобы уберечь беременную возлюбленную, он оставил её в поселении Воса и исчез. Лидер племени, недолго думая, взял незнакомку в жёны и принял детей как родных. После их рождения Джерла Морелл находит Воса, чтобы открыть ему правду. Дар близнецов – это ключ к новому будущему. Подобная завязка, конечно, напоминает множество сериалов близких жанров. Были и хроники Шанары, и революция, и множество других историй, где человечество после глобальной катастрофы приходило в упадок и жило порядками прошлого. Но авторы данного сериала разумно решили добавить в свой проект особенность, а именно – потерю зрения. Это позволяет больше придумать необычного визуала. Люди теперь полагаются на остальные чувства, иначе передвигаются по незнакомым местам, по-другому воспринимают саму жизнь. Вот только такая задумка сразу разбивается об огромное количество проблем. Он сказал мне, что обладает силой, которую мы назвали бы магией или злом. Но когда-то ей обладали почти все живущие на Земле. Съемки всех восьми серий стоили 15 миллионов долларов. Это его уже автоматически ставит в один ряд с последними сезонами «Игры престолов». Сюжетно они друг на друга похожи. Как и «Игра престолов», «Видеть» отталкивается от истории отцов и детей, где жизнь вторых становится все труднее из-за решения первых, принятыми задолго до их рождения. Знаете, в чем проблема сериала? В его слепоте. Дело в том, что мир, в котором живут люди в условиях абсолютной слепоты, требует тщательной проработки и учета всех последствий катастрофы. В этом ключевая проблема сериала. Его сюжет опирается на допущение, что ослепшее человечество способно не просто выжить в диких условиях, но и к ним адаптироваться и взаимодействовать с природой так, словно никакой слепоты и нет. Эта условность не позволяет поверить в происходящее и хоть как-то им поверить. Каждую серию я задавал себе вопрос, да как они до сих пор живы? Плюс ко всему этому еще и сражаются. Бросается в глаза, что герои все равно живут так, будто ориентируются на зрение. У всех неплохие прически и аккуратные бороды. Они носят украшения, а иногда и интересные наряды. Даже их жилища оформлены так, что в них удобнее именно зрячим. И поэтому главный атрибут истории начинает разваливаться с первого же эпизода. Хоть большинство актеров и старается играть правдоподобно, ощущения глобальных перемен в жизни нет. Я только слышал легенды. И не подозревал, что среди нас в деревне живет тень. На то они и тени. Никто не знает, кто они. Но у Алкини всегда была тень. Кто-то скажет, что это фантастика, условности, однако авторы зашли в этом слишком далеко. Например, герои здесь ловко сражаются между собой, прибегая к отличным боевым приемам и ловушкам из камней. Отряд ведьмоловов может запросто найти цель, пройдя километры леса и допросив каждого встречного. Но куда больше вопросов вызывает местная система власти, основанная на подчинении и страхе. Часть героев служит слепой королеве, которая закрывает глаза на большие проблемы, а один из наемников едва не совершает суицид по ее приказу. Но вот моменты с молитвой были, конечно, забавными. В награду за 20 лет верной службы я разрешаю тебе покончить с собой. Чтобы уравновесить трудности, сценаристы наделили нескольких героев прорицанием и обостренными чувствами, позволяющие им, подобно серви голове, узнавать о приближении чужаков. Однако такие упрощения обесценивают всю задумку шоу. Если в фильме «Птичий короб» люди должны ходить с закрытыми глазами только на улице, то в этом сериале они полностью лишены зрения. Я сомневаюсь, что в мире, где все незрячие, люди смогли бы охотиться, строить сложные здания и механизмы, путешествовать, да банально поддерживать огонь. Незрячим достаточно сложно ориентироваться в современном городе, который хоть немножко приспособлен под их нужды и в целом предсказуем. А что же говорить о дикой природе? Опять-таки, не забываем о хищниках, которые должны были расплодиться после радикального сокращения населения, о травмах, болезнях и так далее. В сериале люди не просто выживают, но и строят поселения, шьют аккуратную одежду с правильным подбором цветов, да и вообще выглядят аккуратными, чистыми и опрятными, что само по себе сложно при жизни на природе, не говоря уже о том случае, если ты не можешь видеть. Что-то здесь не так. Что впереди? В ущелье. Я чувствую что-то странное. Когда речь идет о вирусе, который усложняет выживание, от эпидемии ждешь хоть какие-то последствия. В сериале слепота призвана подчеркнуть страх перед будущим, пугающим и неизведанным. В глазах зрителя герой выглядит беспомощным, если лишен даже базовых способностей. А чем хуже условия, тем сильнее сопереживание. Поэтому та простота, с которой племя Восса обходит любую проблему, убивает всю атмосферу. Сложности перестают быть сложностями, если на деле не усложняют жизнь. Можно мысленно представить, что никакой слепоты в сериале нет, и восприятие происходящего не изменится. Судя по первым сериям, люди интересуют авторов куда меньше, чем лениво придуманный мир и его философия. История движется быстро, перешагивая через большие временные отрезки. Поэтому многие моменты героев остаются за кадром. Не срабатывает еще одна важная часть, в связи с которой и пытались объявить этот проект новой игрой престолов. Масштабность. Авторы, конечно, пытаются добавить в сюжет интриг, благодаря Джерла Мореллу, про которого я расскажу чуть позже, но, к сожалению, сюжет слишком часто уходит в простую мелодраму. Есть некая королева Кейн, которую с отцом зрячих детей связывают очень странные отношения. Она вроде бы борется за власть, а вокруг нее плетут интриги. Есть жестокие охотники на ведьм, которые ищут семью Бабы Восса. Есть, в конце концов, сами близнецы, которые за три эпизода уже успевают вырасти. Но все эти темы захватывают слишком поверхностно, вскользь объясняя глобальные события. Важна лишь линия главных героев, и именно это отличает видеть от покорившей всех Игры Престола. Там сразу задавали несколько основных направлений, а потом постепенно сводили их друг с другом. На данный момент все, кроме Бабы Восса и его приемных детей, выглядят исключительно фоновыми героями. И этого для масштабной саги на несколько сезонов недостаточно. Самое крутое в сериале видеть, это, конечно, задумка. Ослепление подавляющего большинства персонажей накладывает гигантское количество ограничений, и в то же время располагает к придумыванию остроумных ходов. Но после нескольких эпизодов складывается ощущение, что создатели, вне всяких сомнений, невероятно умные люди. Они не успели толком продумать свою собственную концепцию. В чем сериалу точно не откажешь, так это в постановке. В кадре постоянно мелькает живописная природа Канады, где снималась большая часть сцен, а бои смотрятся, конечно же, зрелищно. А к этому добавляют еще одну интересную деталь, напоминая, что действие разворачивается в будущем. Повсюду виднеются остатки старой цивилизации. Ржавые машины, шины, пластиковые бутылки в воде, заводы, и один раз показали город. В сюжетной линии с королевой даже мелькнет проигрыватель винила и остатки старой техники. И в этом плане упадок общества передан неплохо. Но вот когда дело доходит до сюжетной части, однообразие планов начинает утомлять. Слишком много сцен снимают в одинаковых локациях, да и большая часть действия – это просто разговоры на одни и те же темы. То есть пока что сериал, несмотря на уровень съемок, кажется именно обычным шоу, а не кинематографическим проектом. Актер Джейсон Момоа идеально вписался в роль главного лидера. Он смог произвести впечатление жестокого воина, который даже будучи слепым, может убить хоть сотни врагов. Одна из лучших сцен – битва с работорговцами в третьем эпизоде, где Баба Воз в одиночку расправляется с толпой головорезов. Авторы неплохо продумали то, как могут выглядеть бои армии незрячих. Да, они все еще смотрятся глупо, но если говорить в целом, то кроме очевидной ориентации на слух, бойцы здесь применяют модифицированное оружие, позволяющее охватывать большую площадь. Пространство перед собой они прощупывают с помощью плеток, а перемещение противника узнают от специальных тренированных слухачей. В племенах между строениями протянуты специальные веревки для ориентации. Для сообщения используется узелковое письмо, как у инков и так далее. Войдешь и тебя увидят. Войдешь и тебя осудят. Войдешь и найдешь смерть. Мир сериала постоянно вызывает очень много вопросов, которые со временем становится трудно игнорировать. Некоторые недоработки кажутся мелочью, но часть все же довольно существенна. Герои каким-то не вполне понятным образом способны видеть визуальные сны, во всяком случае они именно так их описывают. А также направлять лошадей в нужном направлении, и вообще совершенно спокойно ориентироваться на гигантских просторах. В пилоте воины зачем-то наносят на лицо боевую раскраску, а во второй серии персонаж Мамоа в ходе столкновения с медведем кричит ему посмотреть на него, хотя незадолго до этого его жена затрудняется объяснить остальным, что вообще такое зрение. «Мы давно знаем, что без притока новой крови рождаются чудовища». «Простая генетика, ДНК-кластеры». «Тише, Ханиоа». Финал первого сезона мне лично не понравился. С самого начала весь сюжет крутился вокруг зрячих детей Джерла Морелла, который оставил их в поселении, а сам ушел неизвестно куда. Он им оставил много книг и записей, чтобы дети научились базовым знаниям. После этого начинается их путешествие к отцу, который указал, куда надо идти. В итоге, когда дети находят своего отца, он им рассказывает, что смог найти заброшенную тюрьму, ее обустроить, завести еще зрячих детей, и у него есть грандиозные планы на возрождение человечества. «И убежище, где мы можем безопасно жить и учиться, изучать и затем передавать другим знания наших предков. Я был рожден, чтобы стать мостом из мира тьмы в светлое будущее. Такова Божья воля». «И нас не забудут». Все это звучит интересно, и ты смотришь это на одном дыхании. Но вот появляется тот момент, когда ты ждешь и думаешь, в чем здесь подвох. Из-за того, что зрячих детей ищут, Джерла Морелл отдает свою дочь местному племени, чтобы себя спасти. Баба Восс об этом узнает, убивает отца детей и начинает поиски приемной дочери. Мне такой расклад, как и кстати многим, абсолютно не понравился. Вся интрига с построением будущего, с отцом Джерла Мореллом, просто резко обрывается ради банального экшена. Как по мне, можно было бы закончить первый сезон другим способом. Джерла Морелл, пока возвращает человечество к современному образу жизни, вынужден отдавать раз в месяц патроны и оружие местному племени, которое угрожает истреблением зрячих. Во втором сезоне мы могли бы увидеть положительного отца, который изо всех сил старается возродить человечество, и при этом готовится к войне с незрячими войсками, которые не хотят признавать зрение нормальным явлением. Такой сюжет, мне кажется, будет более интересным, и сериал как минимум можно было бы растянуть на 4 сезона. По духу шоу напоминает смесь фантастики и фэнтези, хотя явных магических элементов здесь и нет, но примитивные верования, суеверия и общая атмосфера ближе к фэнтези, чем к фантастике. Сериал в целом смотрится неплохо, если вовремя отключить логическое мышление и не задумываться, как гидроэлектростанция проработала несколько столетий без обслуживания, как слепые люди поддерживают огонь, готовят пищу и не обжигаются, как вообще они охотятся. Просто не спрашивайте. Наслаждайтесь картинкой, Джейсона Момоа и пластиком, который является одним из самых полезных в хозяйстве материалов именно из-за своей долговечности. У первого сезона смешанные отзывы, поэтому о втором сезоне пока что ничего не известно. Если вы смотрели этот сериал, то поделитесь своим мнением о нем в комментариях, а также хотели бы вы увидеть в будущих сериях несколько флэшбэков, которые показали бы первые дни человечества после того, как неизвестный вирус лишил зрения людей. Мне бы такое хотелось бы увидеть. В башне из божьей кости я за всю жизнь столько не видел. Идем за твоей сестрой. Субтитры создавал DimaTorzok